Всем привет, с вами Игромания Утром. Сегодня самый странный, короткий и необычный выпуск. Меня зовут Павел Болоцкий, рядом со мной Ян Кузовлев. Мы проведем этот летний, июльский, одинокий и скучный выпуск. Но мы постараемся провести его весело. Слушай, я, если честно, очень хочу захлебнуться от смеха, как это было, когда ты прыгал на стенку. Но ты сейчас не сможешь прыгнуть вообще никак. Смогу. Ну зачем? Я могу не на ту, я могу и на эту стенку. Я на любую могу стенку, был бы повод. Давай начнем. Давай, давай, кто стартует? Твоя была. А, моя очередь, я вожу сегодня. Бесплатное дополнение добавила в Rocketbirds 2 Evolution бензопилы. Студия Red Loop Asia показала трейлер дополнения «Спасательный комплект» для игры Rocketbirds 2 Evolution. Посвященный приключениям боевых петухов. У меня, кстати, тоже петух на футболке. Боевой? Нет, ты из штанов достаешь. Я достаю из штанов петуха. Из широких штанин. Так вот, отныне главным героям доступны щиты и бензопилы, которые можно использовать в бою против задевавшихся врагов. А еще с выходом дополнения в Rocketbirds 2 Evolution появились боксерские перчатки, позволяющие выбить из окружающих все перья и все говно. Кроме того, герои получили костюмы, ранее доступные только в сюжетной кампании. Ой, ой. Ты знаешь, я когда играл в Rocketbirds первую, мне показалось, что она слишком наскоро слепленной и не особо зашла. Я надеюсь, вторая часть намного лучше, и дополнение к ней можно загрузить как раз всем тем, у кого есть оригинал на PS4 и на PS2. Главное, дополнение бесплатное. Не надо платить. Просто берешь и загружаешь. И играешь с бензопилами, костюмами и чем там еще. И перчатками. И расстреливаешься. Нет, забавная на самом деле игра, но вот как-то не тянет. Тебя тянет? Меня тянет грустить. И когда видишь эту игру... Зрителей тоже тянет грустить, по-моему, вот от этого. От этой игры? Rocketbirds. Ну, 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 ну что вы. Ну, она вроде забавная, но, блин, так как-то вот смотришь на нее, кажется, ну, нет, ну, нет, ну, спасибо. Спасибо, но нет, не хочу. Слушай, а что если весь выпуск у меня провести с таким сложным грустным лицом? Не знаю. Да. Можно. Можешь попробовать. Вот, потом почитаешь комментарии. Так, так, а вот у тебя, кстати, интересная тема сейчас будет. Да, у меня интересная тема. Дополнение для Layers of Fear расскажет истории дочери художника. Студия Blooper Teams представила трейлер сюжетного дополнения Inheritance. 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 Для хорора Layers of Fear. Узнать еще одну пугающую историю игроки смогут уже совсем скоро, 2 августа. Ну, как совсем скоро, через месяц. Главной героиней Inheritance станет дочь безумного художника. Девушка отправится в заброшенный особняк, где провела детство. Ее цель разобраться, что именно свело отца с ума и попытаться простить его за то, что он сделал со своей семьей. Напомним, что Лайерс of Fear вышла в феврале на ПК, PlayStation 4, Xbox One, и мы даже ее стримили и даже немножечко боялись. Над Лайерс of Fear работали, если не одержимые, то, по крайней мере, вдохновленные, вдохновенные, вдохновенные люди. Залы, комнаты и коридоры хочется разглядывать, выбирая удачный ракурс и выковечивать на скриншотах, писали мы в рецензии. Игра получила от нас 7 баллов. Мы в нее играли, и она клевая. Мне на самом деле сильно понравилось. Если бы я играл один, я думаю, я бы не смог бы далеко уйти. Да почему? Мне было бы очень страшно. Ну, потому что она очень атмосферная. Мне было страшно любопытно в нее играть. Поначалу. Любопытно тоже, да. Но просто она местами использует... Одни и те же трюки? Это да, но там иногда есть... Есть такие трюки, которые ты совсем не ожидаешь в серии, что ты заходишь в комнату, перед тобой стена. Ты поворачиваешься на одну стену, потом поворачиваешься назад, и там уже дрожит стена, хотя была дверь. Потом ты поворачиваешься еще, вроде бы, кругом стены, и потом еще что-то. То есть такие триггеры, которые вроде от тебя даже не зависят. То есть ты в любом случае попадешься в ловушку. Да, но причем, как если ты играешь еще на слабом компе, то эти триггеры, они у тебя не бесшовно возникают, а потом у тебя, когда ты заходишь, еще подгрузка дополнительная. Отлично. Да. А так, сама по себе игра достаточно неплохая. Почему 7 баллов? Потому что, да, она пытается повторять одни и те же трюки, но в остальном приятное открытие для меня было. Да, интересно, насколько продлится, насколько по длительности DLC. Если честно, хочется, чтобы было покороче и понасыщеннее. Потому что у нас вот эта игра, на самом деле, очень много дискуссий вызвала в редакционном чате, потому что в нее поиграло, по-моему, человек 4 или 5. Даже я вот настолько был заинтригован, что я купил, скачал, поиграл, и в итоге мы все вместе ставили оценку. Все и редакции ставили оценку. Но в оригинале, по-моему, было, сколько он там, 4 или 5 слоев. То есть, ну, он же, каждый слой, это отдельное приключение. Он шел и накладывал потом картину. И часть тела еще до стола. Кровь, кожу, вот это все. Интересно, сколько будет здесь? 2, 3 или так же полноценно 4? В общем, клевая она была. Посмотрим, что получится в DLC. Мне интересно, будет ли твист прикольный, как в Амнезию ты играл, кстати? Да. А в Амнезии есть дополнение, где ты за девочку играешь тоже. И поначалу ты думаешь, что девочка такая там безобидная, и ты пугаешься. А на деле там, на деле поиграете. Потому что сама по себе Амнезия оригинальная, и дополнение к ней это вышечка. А я расскажу вам про Epic Games, которая, в свою очередь, рассказала в новом трейлере, как нужно играть в Paragon. Так вот, а как? Как нужно играть в Paragon на ПК? Ну вот, здесь рассказывается, что это моба. Так вот, там есть некие ключевые элементы, и по словам разработчиков, видео будет полезным для новичков, плохо знакомых с проектами жанра моба. Не, ну что, ну push and emit, да? Ну типа того, но... Дринк водка, плей дотка. I sit on my ass all day. Интересно, они учат, как шутить над своими оппонентами? Как грамотно сливаться, сливать катки? Как агриться? Ты знаешь, все всегда рассказывают про доту, кстати, раз уж мы про мобы начали, да? Что там достаточно злая публика, злая аудитория. У меня такого опыта, кстати, не было. Причем у меня как? У меня прям самый первый опыт, это я поставил игру. У меня в доту, если что, ребята, наиграны часов 9 или 10. Ну то есть это уже что-то значит? Ну чуть-чуть. Да, чуть-чуть значит. Да. Обычно там 200 часов, это вот, ну, low tier, да, такой entry tier, да? А некоторые люди-то и по 500, и по 1000. Да там по 2000 у кого-то есть. Ну это уже совсем, по-моему, перебор. Так вот, и первый матч. Я вот, не знаю, по наитию я самого отвратительного персонажа выбираю. Это Тракса, которая, дроуэльф или как она там называется, дарк эльф. Которой нужно просто бегать и стрелять. Это Кэрри такой персонаж. Сейчас, извините, если я сделал какие-то ошибки в терминологии, потому что, ну, дурачок есть дурачок. Потому что 10 часов всего можно понять. Да, 10 часов, ну, прошу понять и простить. Так вот, начал играть, и тут мне в Войс-чат какой-то чувак начинает объяснять, как играть в это все. Без мата, без всякого там, да, без всякого раздражения мы поиграли. Он объяснил, как играть за эту траксу. И знаешь, мне даже понравилось. Может быть, это знаешь? Может, это как с азартными играми? Знаешь, ты сначала начинаешь кидать монетки, и вроде выигрываешь, выигрываешь, а потом тебя. Нет, я сначала начал кидать монетки, а потом у меня закончились новогодние каникулы. Вот так. Вот. А потом ты начинаешь проигрывать и отдавать квартиру за это. Но это уже какая-то странная тема. Ну ладно, хорошо. Так вот. Возвращаясь к нашим баранам. С 5 июля в Парагон смогут сыграть подписчики PS Plus, которым достанется пакет основателей, дающих доступ к игре. Так что, ребята, попробуйте поиграть в Парагон. Парагон отличается от боты тем, что тут есть вертикальный геймплей и прямое управление. Да, и надо целиться, чтобы попадать. Хотя там, на самом деле, есть небольшой доводчик. Там, если ты заключаешь противника условно в прицел, более-менее, то там снаряд все равно прилетает. То есть, я не помню такого, чтобы можно было промахнуться, типа, знаешь, мимо пикселя, там, мимо головы пикселя в хитбокс не попал. Слушай, ну, я к своему стыду не поиграл еще в Парагон. Я надеюсь, я поиграю в него как раз вот с PS Plus. PS Plus, кстати... Но целиться все равно надо. PS Plus в этом месяце неплохой. Там и Фури будет. Да, и Фури. Фури уже оценили хорошо зарубежные журналисты. 9 из 10, 10 из 10, кто-то 7 из 10. Обязательно в нее поиграем. Без этого никуда. Так, ну, поехали от Парагонов к другим Парагонам. Activision и студия Triarch опубликовали новый ролик шутера Call of Duty. Call of Duty всегда так называют. Call of Duty Black Ops 3. В котором показали еще одну мультиплеерную карту. Empire. Вот она, смотрите. Римская вилла эксцентричного миллионера. Станет ремейком небезызвестной карты Raid из Black Ops 2. Да, очень популярная карта была. Ну, это там, где слева водичка, а справа был дворик с автомобилями. Насколько я понимаю. Да, 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 да. И вот эти вот двери. Это именно она. В общем, показывают, хвастаются. Смотрите, чем мы замутили. Как мы умеем работать с графическими редакторами и редакторами карт. Карта Empire войдет в состав дополнения Descent. Которая также будет включать карты Берсерк, Криоген, Рамбл и новую зомби-главу Город Крови. Действие в ней развернется в разрушенном Сталинграде. И там еще будут драконы. Мы про это вам тоже рассказывали. Релиз дополнения состоится 12 июля на PlayStation 4. В целом, я сначала, на самом деле, думал, что это к Infinity. Да, да, так сначала, кажется, к Hitman, а потом я думал, что это уже Конфинит Варфейр, они анонсировали. Не обратно. А оказалось, что это Black Ops 3, и, ну, прикольно. У меня такое ощущение, что Трай-Арк дают пейнкиллера как раз вот этим заданием, которое зомби-глава Город Крови, где разрушенный Сталинград, там же тоже были в интенсиве зомби-немцы, зомби-красноармейцы. Да, но там в каком-то готическом стиле, по-моему, было. Там не было такого Сталинградского. Знаешь, нет, нет, там была миссия отдельно со Сталинградом, плюс там как, но пейнкиллер, это же важный самый польский шутер. Ну да, вообще круто, я с удовольствием в него в свое время играл. И там каждая миссия, это свой микрокосмос, своя вселенная, скажем так. Там есть Арабская ночь, там есть какая-то заброшенная больница. Да-да-да. В дополнениях там есть цирк даже, парк развлечений, точнее. И все монстры подходят под стилистику. Частично, кстати, местами повторяются, да, но в остальном очень круто. Если вы не играли в пейнкиллера, то ну... Обязательно поиграйте, самый первый обязательно. Он такой, он самый топовый, мне кажется. Ну и второй вроде ничего, вот третий там какой-то выходил. Ну я называю их по цифрам, потому что я не помню, как именно они как-то хитро назывались. Там знаешь, там как-то очень много начало выходить к нему дополнений, не все классные. Это примерно как к Постлу, только Постл второй как игра был, ну, не совсем хорош. Технически. Технически, да. Тогда она была веселенькая, но технически она была привлеванная. Так вот, там сначала дополнения были нормальные, а потом понеслось. Там Вася штопор жжет, где чувак, главный герой, охотится за своим собственным членом, который пропал внезапно. Нет, серьезно, это ты приходишь в магазин, ты покупаешь диск, Постл 2, штопор жжет. На обложке все это, это кто-то напечатал даже. И это не пиратская продукция, ребята, это все на полном серьезе. Это не любительские моды, как типа GTA, там, GTA Питер, там, или что-то. Да, 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 да. Поэтому, поэтому, ну, радуйтесь тому, что есть. И поиграйте в Пейнт Киллер. Да. А новость была про Call of Duty, но в целом ничего. Но карта хорошая, ждем, надеемся, верим. Тот, кто играет, будет счастлив. Давай, поехали дальше к летающим головам. К отрубленным летающим головам. В Headlander игроки смогут привинтись в человеческую голову к делу собаки. Ей, всегда мечтал. Ее, рок! Double Fine и Adult Swim Games представили геймплейный трейлер ретро-футуристического экшен-платформера Headlander. При создании игры создатели вдохновлялись научной фантастикой 70-х годов. А в мире Headlander люди переместили свое сознание в роботизированные тела и теперь находятся под властью, ну, невменяемого компьютера. Тебе это ничего не напоминает? Невменяемый компьютер? Мне очень нравится пока летающая голова. Ну ладно, хорошо. Главный герой, последний человек во вселенной, точнее, последняя разумная человеческая голова, которую можно присоединить к разным телам, будь то человеческая, собачья или скелет трехколесного робота. После такой прокачки голова, а вместе с ней игрок получит новые способности, обусловленные телом-носителем. Headlander выйдет на ПК и на PS4 в конце этого месяца. Паша, если бы у тебя был выбор, какое бы тело ты получил? Робота. Мне кажется, тело робота прикольнее всего. Что делать, если ваш ребенок произвел аугментацию без вашего ведома? Как вы будете реагировать? Ну, как в DL-Sex, да? Там было такое, я не понял. Аугментируешь, небось? Если ваш ребенок аугментирует, срочно обратитесь в ближайший пункт, не знаю, аугментации. Не, ну, классная игра, double fine опять, причем вместе с собой. Паша, если бы у тебя было тело с собаки, что бы ты сначала сделал? Яйца бы почесал или задницу? Собаки чешут задницу? Ну, наверное. Мне кажется, у собак нет такого. У меня собаки нет. Ну, у тебя собаки нет, и ты не знаешь, чешут ли они задницу. Ну, у меня были собаки, и я не видел, чтобы они чесали задницу. Обычно они лапой чешут ухо. Не знаю. Котик, котик лапой ухудшит. Я бы, если бы у меня было тело собаки, я бы спал. Ну, потому что я же был собакой, получается, и я мог бы не ходить на работу. Ну, нет, понимаешь, ты бы был собакой, но голова-то у тебя была бы человеческая. Ну, что, собака, которой нужно ходить на работу? Да, но у меня была бы голова человеческая, я бы не смог, например, будучи собакой с головой человека работать, скажем, в кинологической службе, да, не смог бы вынюхивать кокаин там вот эту вот сумку Как бы мы смогли вести игромане утром? Представь, Паш, ты на столе, и ты лапой пытаешься переключить мышкой Нет, невозможно Ну, вы просто бы, просто сидели бы на камеру и лаяли бы Хотя нет, у меня же была бы голова человека, значит, я бы мог говорить Даже не знаю, сложные вопросы Вот, говорят, знаете, знаете, что делают с задницей собаки, они задницами по полу скользят Ну, это при определенных... не будем вдаваться в подробности, вот, но в целом я рад за Double Fine и Adult Swim Games Они сделали какую-то чумную и безумную игру, я бы в нее обязательно бы поиграл Тем более выходит она уже... Да, да, что у нас следующее на повестке? Следующее у нас герои штормов, штормические герои Что, ты недоволен? Хочешь пропустить? Для меня каждая новость, которую я сейчас вижу, это сюрприз Это потому что... потому что лето пришло, в гости отправимся, ждет нас старинный друг Он вовсе не славный, это новости летом Их нету, новостей нету Собрал все, что мог Вот В общем, новость про... про новый герой Арик тебе не помог Да, Арик мне не помог Такие дела Ян Голова под кондиционером долго держал Что? Что ты высматриваешь? Что, прическа испортилась? У тебя от этой новости прическа испортилась? Да Так вот, продолжай Да, действительно, это же моя новость Blizzard Entertainment объявила, что совсем скоро в Heroes of the Storm появятся герои штормов Появятся два новых героя Архангел Ауириэль из... из... в... Диабло 3 И чернокнижник Гулдан из серии Warcraft В ролике, подготовленном разработчиками, можно посмотреть на указанных персонажей Их костюмчики, танцулички и всякое такое Судя по трейлеру, героев будет по два скина Ауириэль получит демонический и мастерский комплект одежды А Гулдан мастерский и паучий Да, у него есть костюм паука Новый... не спайдер-мен, а костюм паука из игры Новыми костюмами также обзаведутся еще несколько персонажей Heroes of the Storm Почему Arthas стал дагестанцем, я не понимаю Не знаю... Кроме того, в игре появятся обновленные маунты Некие магические ящеры, закованные в броню, волк и инфернальные лошади С ума сойти! Никто из нас... у нас кто-нибудь в тебе редакции играет в это? Мы, кстати, играем редакционно вместе со Станиславом Степанченко, вместе с Сашей Пушкаром, Олегом У меня, знаешь, у меня там лоу-левел О, Страйкер Милин Лиминг Она красивая тут Ну да, она с мячиком, с каким-то, с кубком Я, знаешь, я обычно играю в эту тему, потому что мы собираемся все в скайпе И обычно даже не обсуждаем игру, а как-то дурачимся больше и болтаем Ну правильно И сливаем катки Зачем еще нужен скайп и эта игра? А так неплохо, единственное, у нас, когда мы играем, Артемий Козлов очень сильно нервничает, потому что мы не собранно играем И поэтому постоянно нас пытаются отдернуть как-то и направить на путь истинный Не всегда получается, но когда получается, он очень рад То есть почти никогда Мы никогда не делаем Арику, ой, Арику, Артемию радостно Мы всегда стараемся испортить его катку Но ты рад новым дополнениям? Они как-то затронут тебя? Последний раз я не помню, когда играл просто в Heroes of the Storm Окей, в общем, нас эта новость не сильно затронет Я могу рассказать, что я был на старте, на запуске Heroes of the Storm в Лондоне И видел там самый адовейший косплей Я считал себя всегда никудышным фотографом Я потому что фоторепортаж там делал Но когда я фотографировал там косплееров и косплееров У меня получались самые страшные фотографии вообще на свете Если вы только видели, какие в Великобритании странные косплееры Я не буду говорить, что плохие Они своеобразные, ребята Но если что, каждую фотографию, которую я там сделал с косплеерами Можно поставить на обложку какой-нибудь страшной игры Короче, как испортить, если вы не знаете, как испортить косплей Обращайтесь к пьяному Причем я даже снимал вроде бы симпатичных девочек Но получались они у меня всегда как-то по-странному Вот с другими все нормально Вот там, не знаю, какая-то магия, наверное, Близзард, еще что-то Каждый раз то лицо в какой-то гримасе жуткой То еще что-то То там женщина вся фиолетовая вообще была Жалко, я не могу вам сейчас показать У меня на iPad это все там осталось Вы не выкладывали ни в какие-нибудь инстаграмы Это не надо выкладывать, серьезно Это опасно Но из уважения просто к людям Гоу фотки в группу К их труду Давай с хэштегом Ян не фотограф Вот так вот Хэштег Ян не фотограф и выложим в группу Не хочет Ян не хочет позорить людей, которые были молодцы Да, потому что Поэтому у Яны нет инстаграма Кстати, есть очень прикольный Ребята Да Не такой, как у всех Особенный Так вот Мне хорошую новость, кстати, дал Да, неплохую Хотя на самом деле новость так себе в целом Нужно собраться силами Давай Прочитать Потому что мне даже говорить трудно Чуть выше, пожалуйста Вот так Чуть выше Выше Еще выше Еще Молодец Игрок прошел Dark Souls 3, не пропустив ни одного удара Я бы прошел Dark Souls 3, не пропустив ни одного обеда Ты, может быть, так и прошел Тебе же надо было рецензию на нее писать Я не писал рецензию, да Я вместо этого целую неделю не работал, просидел дома И играл в Dark Souls Негласный марафон среди игроков на самое необычное прохождение Dark Souls 3 продолжается Так, стример под псевдонимом Faraz Khan прошел игру, ни разу не получив урона При этом лично для себя он поставил несколько ограничений Энтузиаст не использовал магию Лук, щит и не прибегал к игровым багам И даже одежду он особо не использовал А это чтобы быстрее бегать Ну, понятное дело Только меч и все Только ближний бой и перекаты Как говорится, только хардкор В итоге прохождение третьей части заняло у него 2 часа и 19 минут С ума сойти Ну, стрим 2.27, но там, видимо, еще подготовки и всякое такое Отметим, что стример сражался только с сюжетными боссами Ну, понятное дело Чтобы побыстрее пройти, он, естественно, избегал всех Тем более ему же надо было пройти без урона Следно, по-любому он прям всех максимально игнорировал Вот, и проходил только боссов Ну что, что можно сказать о таких людях? Они портят развлечения или наоборот? Я для себя так открыл Юзю Но он с дубинкой, насколько помню, прошел всю игру Я смотрел, как он проходил Dark Souls 2, по-моему Потому что я еще тогда не играл в Dark Souls Я только Bloodborne трогал И мне стало интересно Мне рассказали, что Юзю лучше всех делает Играет в Dark Souls? Да, даже несмотря на то, кстати, Юзю, он же с формой игромании-то вообще изначально Вот оно что Вот оно что Вот откуда ноги растут Да Вырастили Вырастили как раз Профессионала И поэтому было интересно посмотреть там, что и как С факелом Юзю проходил А, да Dark Souls 3 он проходил с факелом И вроде бы даже прошел Но вот это я уже не видел Я очень редко стримы смотрю Ну, как правило, меня тоже вот спрашивают А каких вы стримеров смотрите? А там, какую, что? Я говорю, да когда? Когда это все делать? Работа Работа без конца Нет времени смотреть Я, кстати Для меня открыли стримеры Называется French Stallion Там француз Le Baguette Играет в Rocksmith на гитаре И постоянно говорит французским говором И это очень смешно И играет, кстати, очень неплохо Ну, я думаю, естественно Единственное, он издевается над собой То есть у него постоянно вот этот Le Baguette Хоу-хоу-хоу Да, и очень-очень классно корчит рожи Если не смотрели, попробуйте Достаточно забавный кадр Надо будет посмотреть Да Французский Le Baguette Le Baguette Такс, такс Давай дальше Сейчас мне интересно, как он с этими двумя ребятами разберется Хотя в целом что? Он бегает и... Он от них только бегает Он сначала же должен дождаться еще одного, по-моему, нет? Вот там второй уже есть Но он делает бэкстабы в основном и носится от них Ну и молодец Да В общем, я не знаю, что сказать про таких людей Видимо, им наскучила обычная игра И они стараются играть как-нибудь по-особенному Новости сегодня настолько интересные, что у нас даже нету темы дня Так что это просто последняя новость на сегодня И она довольна... Ты чего? Что? Что у вас за новости, да? Это одна из самых интересных новостей сегодня Я вчера... Я вчера... Ладно, сейчас я тебя перебью из Ви... Давай, давай Я заспойлерил Как раз прочитал, по-моему, на чудесном женском сайте Вандерзин Про девочку-японку, которая стримит и на ютубе снимает, выкладывает видео, как она поедает разное Разное? Отлично Окей И она из 100 бургеров смогла съесть только 57 Ну, вот из Магдона сега Ну, половину, половину считай Ты бы смог съесть 57? Да я 3-4 бы не смог съесть У нее там какая-то особенность с желудком, что он у нее растягивается, как я не знаю что Ну, круто че Ну, и че? Ну, и че? Это, по-моему, очень круто Когда вот сейчас даже на Твиче можно же стримить, как ты ешь что-то Хотя предупредили, что никаких челленджов Вообще, челленджи или компетишны? Ну, и компетишны, и челленджи по еде нельзя Типа, именно чтобы никто не умер от попытки съесть больше еды То есть, social eating рассчитан на то, чтобы ты, ну, завтракал, но ни в коем случае не переедал Так вот эта тема, она сейчас достаточно популярна в Японии, когда сидит мальчик или девочка и что-то ест и комментирует Это наше будущее Мы сейчас, в прошлом веке, ребята, мы ведем игровое шоу про новости, да? Да Мы стримим игры какие-то там Но не едим Но не едим Единственный раз, единственный раз мы же Dark Souls с острым соусом-то как раз Да, но и пиццу, пиццу еще готовили И все Нужно Только пьем периодически Воду Простую И топы-то стараемся, знаешь, это скрыть такое Ладно, перейдем к самой интересной новости на сегодня Которая даже все равно не попала в тему дня Что быстрее? Пробежать милю? Приготовить и съесть горячий бутерброд или пройти Super Mario Bros 3? Я не смотрел ролик Уникальное соревнование в ролике ниже И сразу скажу, что это лейт-шоу с Колбертом Супер Mario Bros пройти быстрее всего Думаешь? Окей Ставлю на Super Mario Окей Я тоже на самом деле думал, что Super Mario будет быстрее Тем более там они пригласили человека, который быстро его проходит Он там проходит, по-моему, за 3 минуты Вот, его рекорд Вот, тогда бутерброд? Вот Они пригласили профессионального диктора Но я сразу не ставил на то, чтобы пробежать милю быстрее Там ребята, там марафон Марафонцы, то есть там по очереди 4 человека по кругу бегают И они, по-моему, пробегали что-то типа за 4 минуты Он сразу сказал, что в целом вот этот чувак, который быстро проходит игры, похожий на улыбчивого росомаху И Колберт Колберт полон энтузиазма, на самом деле Да, будет в микроволновке готовить Хот-покетс Это не бутерброд, кстати Это пирожок с вишней, по-моему Это кальзона, знаешь, как вот такая штука Закрытая пицца, по-моему Насколько я понял, это пирожок с горячей начинкой Потому что когда он вот Там разное, это может быть и не вишня Да, может быть не вишня, но выглядело как вишня Вот И Ну, на самом деле смешнее всего было наблюдать именно за Колбертом, который пытается приготовить эту хрень Снимает пакет, потом он пытался его доставать Чебурек, точно Ну, ну что-то типа того, просто там какая-то начинка такая красная Вот он что-то куда-то его запихивает Кладет И потом очень смешно его ест Ну потому что за бегущим человеком наблюдать не так интересно А он бежит и бежит, потом он передаст палочку За играющим человеком тоже Он просто сидит в кресле и там Марио просто прыгает туда-сюда Ничего Ничего тоже необычного А вот как Голберт Сидит и ждет, пока приготовится его бутерброд Вот И Что-то он ошибся, я не понял, что там у него не так То ли он забыл там что-то вытащить, какую-то бумажку, то ли еще чего-то Вот он туда полез, а оно уже горячее, ему пришлось быстро все исправлять Надо честно сказать, что сегодня макароны я разогревал полторы минуты И это... Это очень важная информация Важная, насколько То есть они остались холодными или... Теплые, вкусные Теплые и вкусные, отлично, то есть ты хорошо поел У меня просто, когда я это увидел все, у меня появились идеи Это же классная идея То есть челленджи по разным направлениям Вот И какие вот... Что еще можно с чем, как ты думаешь, столкнуть в битве? Там один, например, пытается убить босса в Dark Souls, а второй... Один пытается провести игроманию утром, а второй пытается доехать до работы Как тебе такое челлендж? Ну, пока я выиграю в этом челлендже Я тоже Да Вот, и тот, кто пытается добраться до работы... Я здесь, кстати, знаешь, со скольки? Ну... С 7-20 по московскому времени То есть ты в целом мог еще раньше провести? Ты даже мог без меня провести новости? Да, три часа Даже четыре подряд Вот, он уже достал пирожок и пытается его сожрать Он, естественно, очень горячий Вот Ладно, заспорили концовку В итоге, естественно, Колберт сожрал этот бутерброд быстрее всех Сейчас, где вот... Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас вот он ест, ест все, он доел, выпивает воду и закончил За 3-12 он успел сожрать этот странный бутерброд со странной начинкой Вот Причем на втором месте был, по-моему, стример, как я понимаю Он закончил, вот он только что закончил Хотя нет, бегуны тоже уже закончили Или они не стали добегать, но, в общем, Колберт выиграл Знаешь, что... Приготовить и съесть бутерброд проще всего Знаешь, ты расскажи вообще, как у вас на стримфесте там все было Потому что я вас смотрел только, только через твич А у вас же наверняка много всего интересного Да, был стримфест, вообще, на мой взгляд, удался Я видел некоторые комментарии, фотографии, что, мол, вот, народится что-то немного Но, знаешь, когда мы выходили в самом начале на открытии на сцену И там был, в целом, полный зал То есть, он был, знаете, сцена и зал был размером с такой небольшой кинотеатр Ну, то есть, даже не то что небольшой, а, скажем так А вот в современных кинотеатрах есть несколько залов И такие вот средние залы, вот это было там И он был заполнен полностью, еще стояли люди То есть, и как мы потом вот решили, что, в целом, народу было ровно столько, сколько было нужно Если было бы чуточку больше, уже была бы толкучка, чуточку меньше, было бы как-то грустно Вот, еще забавные моменты Людей начали впускать, по-моему, в полдвенадцатого, вот И Арик сильно переживал, потому что люди, было видно за стеклом, что люди идут, но к нам они не заходили Больше того, там происходила такая ситуация, серия, что дверь-то у нас открыта, вот И они такие подходили к двери туда, смотрели к нам за дверь такие Даже кто-то спросил, а у вас тут что такое? Мы игромане, заходите, а они такие Скотились, нет, и просто уходили, знаешь, дальше И Арик такой переживал, черт, что-то к нам никто не зайдет, ничего Но в итоге стоило, там, одному человеку буквально И он такой, черт, пойду там, пойду там, попью воды, вот, пойду на улицу, подышу свежим воздухом И только он вышел, и зашел первый человек, и все, и просто понеслось То есть люди начали забиваться, садиться на места, там еще кто-то, а можно у вас автограф Может, Арик пришел, Арик пришел, все, сразу начал писать автографы, фотографироваться с людьми Просто люди пошли толпой Круто! Да, мы когда начинали игроманию утром, вот, все наши места, которые у нас были подготовлены, они были заняты И даже было больше, и люди заходили еще, интересовались, кто-то сзади смотрел То есть аудитории было достаточно, и в самое пиковое время, там где-то днем То есть с утра люди только приходили, под вечер многие уже ушли А вот днем народу было прямо достаточно Прямо наверху, там был балкончик Love Games, у него там много народу Но там у него только, он был в самом конце этого балкончика Также там были, насколько я помню, Let's Geek, девчоночки Рядом с ними гейм-шоу был И, по-моему, кто-то еще там были Вот, то есть и там у них на балконе много людей, под ними были две зоны Уже не помню, кто там точно был Там было много людей В центре, в холле было достаточно людей На... Внутри, в... Там дальше, внутри, там был как раз этот вот зал Кинотеатрный, там большой экран Там тоже было достаточно людей То есть в целом не было ни толкучки, не было ни нехватки людей Вот, мы закончили игроманию утром, и как-то люди сразу все утекли И я такой подумал, блин, неужели никто не придет Там у вас еще был вопрос-ответ Да, никто не придет на вопрос-ответ Но нет, мы немножечко переставили камеру Чуть-чуть делали паузу Опять, люди начали опять приходить Все расселись, начали задавать вопросы Мы отвечали на них Очень понравилась живая реакция То есть, когда мы вот сейчас сидим, там иногда шутим Мы не знаем, вы там смеетесь, не смеетесь Мы можем определить это только по чату, который там бежит там что-нибудь А тут мне даже хотелось Снять, чтобы потом нарезку сделать Или как? Нет, у нас там были живые аплодисменты, живой смех был Мне даже просто хотелось устроить стендап Вот, понимаешь Потому что я что-то говорил, говорил какие-то замечания Люди реагировали на это, они смеялись Чувствовалось, что я смешной Ты понимаешь, это по-настоящему Они вот, они живые люди Паш, я тебя прерву Но у нас в топе Твича почему-то Гарри Поттер и Тайная комната Или как она была? Summer Games А это да, это просто Скорострелы Все, поэтому там только Гарри Поттер сейчас Это не такой мощный инфоповод Инфоповод именно в том, что делают Summer Games Done Quick Короче, сейчас на Твиче идет конференция Быстрострелов Я все время забываю У меня вылетает Спидраннеры Спидраннеры, да, они играют Вчера они играли в какую-то другую игру Не помню, как она называется Там про какую-то женщину-робота Вот Сейчас вот спидраннеры спидранят на Твиче Это благотворительный марафон Кстати, самая-самая прикольная тема с благотворительностью Была и с видеоиграми Это Desert Bus Знаешь же? Да, да, да Игра про автобус в пустыне Нет, он не бесконечный Он не бесконечный, но кажется, что бесконечный Ты едешь туда восемь часов И ты едешь обратно восемь часов Да Но кажется, что бесконечный Сначала кажется, что бесконечен И нам нужно Что там? Что дают? Что можно Что можно заработать? В общем, в живое это Ну, когда есть живая аудитория Это, конечно, очень интересно И это заряжает намного сильнее Потому что Ну, реально, вот Ты что-то говоришь И есть реакция Вот И есть какие-то крики из зала Что-то еще Смех Люди ходят, улыбаются Кто-то искренне там Просит у тебя автограф Хочет с тобой сфотографироваться И ты понимаешь, что Эти люди, ради которых ты работаешь Это люди, ради которых ты приходишь на работу Я дико угорел, когда вы посадили ребят со стороны стримить Да, это тоже было неплохо И даже тем, кто там более-менее освоился Вот в этой теме Кто стримит, по-моему Там же были такие люди Ну да, я так понимаю Все равно, знаешь Как-то вот сидят И немножко Берут Да Мы старались Максимально подготовить человека к сложности А вот спрашивают, хейтеры были? Я не знаю Все было на огромном позитиве Люди пришли Люди пришли веселиться Радоваться увидеть тех Своих кумиров Условно, мне кажется Они получили вдоволь то, что хотели То есть мы Ну то есть Единственный, который может быть там негатив То, что там пришел человек, который Которого я забанил на Ну ты видел уже, наверное Но он пришел и решил пошутить про мамку И я его отстранил от участия в Dark Souls 3 сразу же Я не дал ему поиграть Не видел Вот это, наверное, единственный момент такой Может быть негативный Но в целом Не знаю Все было довольно весело Вот Все было Был чувак, который в самом начале Первый сел Представился Ильей Мэдисоном Вот Нес, конечно, какую-то чепуху Но он потом еще сидел И рядом Поддакивал там чего-то И еще пытался второй раз поучаствовать Вот Но в целом не то, чтобы он вызывал у нас негатив Или хейт Нет Все прошло спокойно Пират был? Да вроде не было Я не встречал пирата Троллик стриминов от Павла Украшение вечера Я иногда там жестил, конечно Да, я заметил Но Я признаюсь Я не хотел никого оскорбить Это то, с чем вы можете встретиться в интернете Спасибо за кружку Теперь вот пью кофе и смотрю вас Реакция Яна Пират ТВ Странно, что его не было Но Да ладно, один раз уже к нам заходил Да, он уже был у нас Ну, знаешь Я думаю, что можно в целом на этом закончить На этой позитивной, веселой, доброй ноте Да Арик не успел к окончанию новостей Мы их провели Да, сегодня вот столько новостей К сожалению Лето Вообще ничего нет Вот вообще ничего нет Я вчера ночью, в час ночи сидел и думал Ну может быть F5, F5, ну может быть еще какая-нибудь новость Нет, ничего нет Все, что было, мы вам рассказали Спасибо, что были с нами сегодня Смотрели этот странный, короткий, сумбурный выпуск, который больше состоял из моего общения с вами и рассказов про стримфест, чем про новостей А, то есть ты рассказывал Я еще в начале что-то рассказывал Ой, я вас, наверное, всех взял и еще раз по второму кругу пустил Нет, я рассказал еще что-то новенькое, еще какие-то впечатления Вот, спасибо, что были с нами, с вами Мне помогал сегодня Ян Кузовлев, я помогал себе сам, Павел Болоцкий Вот, еще раз спасибо Сегодня будут еще стримы, в 2 точно будут Будут киногерои, потом мы сейчас составим Прочую сетку на неделю Ой, супер вообще Оставляйтесь, оставляйтесь с нами, всем счастливо, всем пока Пока Продолжение следует...